Здравствуйте! Это «Право на маму». Вы знаете, что в нашей программе мы рассказываем о детях, которым в силу возраста или особенностей развития достаточно сложно найти родителей. И сегодня я расскажу вам про двух малышей, которым вот-вот исполнится два года. Казалось бы, на таких детей по всей России стоит очередь. Но трогательный Ванечка и прирожденная актриса Олеся до сих пор не встретили своих маму и папу. Ножкой не пойдешь? Ванюша, ножкой? Нет. Хорошо, пошли на руку. Ванечке в августе исполнилось два годика. Он не из тех детей, которые бегут навстречу незнакомцам. Увидев нашего оператора Колю, да еще и с камерой в руках, малыш расплакался. И всей нашей съемочной группе пришлось прятаться за деревьями. Оператор и вовсе оказался в роли разведчика, пытаясь заснять Ваню. Только оставшись наедине с педагогом, которого малыш давно знает, Ванечка затих. Вы знаете, Ваня очень ранимый ребенок и все неизвестное, но немного его пугает, наверное. То есть это всегда так было. Любая ситуация, которая ему незнакома, которая так или иначе выбивает его из-за чувств комфорта, знакомого, постоянного, там, где ему уютно, хорошо, безопасно, она вызывает вот эту вот легкую тревогу, скажем, беспокойство. Даже не столько легкое, сколько беспокойство. Но есть и универсальный рецепт, который поможет стать другом малышу. Ваня очень любопытный мальчик. Ему все интересно новое. Но в силу его индивидуальных особенностей он немножко дистонирует. И для того, чтобы, как вы выражаете, подружиться с ним, нужно время. То есть нужно пообщаться с ребенком некоторое продолжительное время. Может быть, два, три дня, недели. И вы увидите, как ребенок начнет раскрываться. Он сам к вам подтянется. Потому что для него очень важно, что происходит вокруг него. Для него очень важно вот это вот чувство доверия к окружающим людям. И если мы с вами заслужим это доверие, мы увидим совершенно другого ребенка. Доверяя тому, кто рядом, Ваня становится самим собой. Активным, любознательным, инициативным. Именно таким его и знают воспитатели, которым малыш доверяет. Он сам предлагает им поиграть в то, что ему интересно. Если, предположим, ему сейчас интересно покатать куклу, то он подойдет, возьмет эту куклу, положит вместе с вами в караватку, в коляску. Или убаюкает ее, или покатает коляску. А ему очень нравится играть в мяч. То есть если вы предложите поиграть ему в футбол, а иногда Ваня сам это предлагает, то есть он приходит, подходит, подает тебе мяч и пинает его. То есть твоя задача только просто его отфутболить ему обратно. Ванечка говорит слоги и короткие слова. Да, нет, дядя, пойдем. И он очень любознательный. Ваню интересует буквально все. Карусели и горки во дворе. Фигурка крокодила, украшающая сад. Колючки на елке и сережки на березе. Прилетевший голубь и яркий цветок, растущий возле дороги. Как цветочек пахнет? Как? Вот как? Ой, как вкусный цветочек пахнет. Где наша пуля? Ну-ка поймай, Буля. Ну-ка поймай, Буля. Улетела, да? Улетела, Буля. В принципе, для даты достаточно понаблюдать за ним. Достаточно понаблюдать за тем, куда тянется ребенок. И просто походить. То есть он идет, предположим, к каруселям, вы идите следом за ним. Он смотрит на вас, он контролирует, идете вы или нет. В конечном итоге он либо дает вам руку, либо сам приходит и берет вас за руку. Такому трогательному мальчугану просто необходима семья. Теплая и надежная мама, которая обнимет и не даст в обиду. Папа. И с ним серьезных проблем нет. То есть вот в процессе общения, коммуникабельности, он очень такой открытый общительный. Но нужно найти ключик, нужно найти подход, нужно найти ту дверцу к его душе, к его сердцу, которая вам позволит этим ключиком открыть и раскрыть всего ребенка. Мама и папа, присмотритесь. Может быть, вот он, ваш малыш, такой беззащитный и такой искренний. И он ждет именно вас. Олеся живет в том же доме ребенка, что и Ванечка. Ей один год и восемь месяцев. Красивая, активная, любознательная. Она до сих пор не нашла свою семью. Потому что статус у девочки неполный, только опека. Много кандидатов приезжали с ней знакомиться, но никто так и не рискнул назвать ее своей дочкой. И мы надеемся, что после нашего сегодняшнего сюжета Олеся наконец-то встретит своих настоящих маму и папу. Привет! Олеся – прирожденная актриса. Как только увидела видеокамеру, сразу замерла. И больше ее ничего не интересовало. Где бы ни был наш оператор, Олеся внимательно за ним следила. А еще улыбалась и позировала в кадре. Будущая актриса – девчушка очень общительная и с легкостью идет на контакт со взрослыми. Самой подойти и познакомиться с человеком для нее совсем не сложно. Привет! Привет! Здрасте! Как вас зовут? Как вас зовут? Это Олеся, моя зовут. В государственном учреждении она находится с трех месяцев. Олеся – непоседливый мышонок. Так ее называют воспитатели. Все педагоги отмечают. Олеся очень умненькая и отлично понимает все, что ей говорят. Понимание речи на бытовом уровне сформировано очень хорошо. То есть, если скажешь, я Олеся, идем мыть руки после прогулки. Олеся знает, где в группе находится умывальник. То есть, она же подставляет руки под струю воды. То есть, я Олеся, говоришь, Олеся, пойдем кушать. Олеся отодвигает стол, садится. Сама на себя слюнявчик одевает. То есть, ждет, когда ей его завяжут. Бытовые навыки сформированы. Единственное, у нас сейчас сформируется еще, да, опрятность, аккуратность в еде. Иногда мы проявляем характер и просим, чтобы нас покормили. И такое бывает. Да, вот все-таки в рот сумела. Вот. Предположим, как говорится, особенно это бывает, когда пища не нравится. Нам очень избирательны к продуктам. Если какая-нибудь каша ей не нравится, то здесь можно кормить с уговором. Еще Олесю всегда можно чем-нибудь занять. Это прогулки, на которых она все внимательно рассматривает и обязательно трогает. Яблочки. Давай мне рябинку. Давай рябинку. Вторую ягодку. Вот. Смотри, какое яблочко. Зеленое. Большое. Только в роды брать не надо. На улице любимое развлечение Олеси – это качели. Здесь будем потапс, как скажешь. И, значит, здесь. Когда ее раскачивают из стороны в сторону, она, ну, очень довольна. У Олеси есть любимая кукла – Света. Олеса ухаживает за Светой, сама катает ее на коляске, кормит и поет. Олеси будет кормить лялю. Маленькая Олеся пока еще не разговаривает. Вот с речью у нас немножко проблемы. Речь у нас лепетная. Слогов пока еще нет. То есть она речь сопровождает жестом, когда ей что-то надо. Подходит и показывает. У Олеси нет семьи. Мама и папа очень нужны этой непоседливой крошке. Насколько вы готовы к тому, чтобы посвятить свою жизнь, себя, вот, воспитанию этого сокровища? Ну, естественно, сейчас, говорит, вложитесь, а дальше она будет просто отдавать. Потому что потенциал у ребенка есть. Ребенок развивается мелкими шагами, но идет вперед. И, в общем, в скором времени, я думаю, что догонит своих сверстников. Каждый ребенок имеет право на маму. И чем раньше мама появится в жизни беззащитного существа, тем больших проблем в будущем можно будет избежать. Мы очень надеемся, что после сегодняшней нашей передачи одинокие сердечки Ванечки и Олеси наконец-то согреет тепло настоящей семьи. Это была программа «Право на маму». И до встречи на телеканале «Самаргиз». Программа создана при поддержке благотворительного фонда «Евита». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова